Сейчас вот сюда она подойдет. Иди ко мне. Белки у Юрия Сорокина едят с рук. У фотографа для них всегда с собой припасены орехи и семечки. Вот и сегодня прибежал голодный бельчонок. К фотографу только этого и надо. Хвостатый натурчик совсем близко. Любого животного или птицу лучше снимать с уровня глаз. То есть, а как снять с уровня глаз? Если на земле приходится вот подстилка есть, ложишься и снимаешь с земли. На снегу лежать Юрий может часами. Главное, здесь интересный ракурс. За одну такую фотосессию он может отснять до двух тысяч кадров. При этом лучших, которых решит оставить, среди них может оказаться всего два. Птицы и животные долго не позируют. Это лишь миг. Ты не предвидишь. Они очень шустрые, видите. И вот когда крылышки там распустят, то ли попадется момент, когда там солнцем хорошо осветит. Ради хорошего кадра фотограф даже взлетел. Это Липецк в новогоднюю ночь. В 2013-е Юрий встретил, пролетая над городом на параплане. Кадровой военной фотографией занялся всего шесть лет назад и достиг серьезных результатов. Это самая известная на сегодня фотография Сорокина. Он снял лисенка во время разлива в селе Вербилово. Ну, этот лисенок, он отплыл. Потом присел на это бревно. Ну, просто понравилось состояние какое. Здесь, конечно, такой жалостливый у него очень вид. У этого лисенка. Лисенка-фотограф вернул на остров. И вроде бы потом животное подобрал егерь. А Юрий за этот кадр получил диплом и видеокамеру на конкурсе «Дикая природа России», который организует Русское географическое общество. В номинации «Млекопитальщие» победителем стал Юрий Сорокин, город Липецк. Награду ему вручил Сергей Шойгу, президент Русского географического общества. Юрий шутит. Когда служил в армии, руку министру обороны пожать не удалось. А тут такая оказия. А лисенок пошел по конкурсам. На днях его признали лучшей фотографией России. Юрию уже прислали приглашение на открытие выставки в Центре современного искусства «Винзавод». Татьяна Ермишина, Олег Писарев, ТВК Новости.